Состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой. Глава ведомства начала с результатов и достижений. По ее словам, Республиканское министерство здравоохранения работает по нескольким основным направлениям специального нацпроекта. Первичная медико-санитарная помощь, улучшение качества детских поликлиник, кадровая политика, экспорт медуслуг и снижение смертности от онкологии и сердечно-состудистых заболеваний. Присутствующих журналистов интересовал в основном один вопрос – грядущая оптимизация учреждений здравоохранения. Во-первых, мы не позиционируем это как оптимизацию ни в коем случае. Мы сегодня говорим об улучшении качества медицинской помощи. Вы говорите о разрушении здравоохранения. Здравоохранение сегодня существует в том составе, который оно есть, десятилетиями, более 60 лет существует система. Изменилась нормативная база, изменились подходы. Сегодня мы точно знаем, что здравоохранение у нас четко регламентировано, как любая другая народная отрасль. У нас есть свои порядки, есть стандарты, есть приказы оказания медицинской помощи. Все это прописано в федеральном законодательстве и в двух основных наших законах – в 323-м и 326-м. И как раз в этих федеральных законах написано, что с 2012 года, к сожалению, не приведено в соответствие, но в многих регионах, а в нашей республике особенно, такое понятие, как участковая больница. Сегодня в законодательном формате слова «участковая больница» не существует. Поэтому наша задача сегодня – все привести в соответствие федеральному законодательству. Мы не сокращаем ни один фельдшерский пункт в населенных районах. Наоборот, сегодня мы открываем новые медицинские организации, доселе, где не было вообще медицинской помощи. Так, например, это Ленский район Никокит, так, например, это Нюрнгринский Хани. Там десятками лет не было медицинской помощи вообще. Мы просто приводим в соответствие к группе населения и расстояние. Там расстояние даже прописано до районных центров. Это первое. Второе, мы говорим все-таки о качестве медицинской помощи. Удовлетворенность населения и медицинской помощи, к сожалению, сегодня 46%. Это о чем говорит? О том, что населением при такой системе нет удовлетворения медицинской помощи. Значит, приходит время что-то менять. Что нужно поменять? Нужно однозначно пересмотреть те форматы медицинской помощи, которые мы сегодня оказываем. Надо рассмотреть ту маршрутизацию, которая сегодня есть. Открыв перинатальный центр в городе Якутске высокотехнологичный, с очень хорошими специалистами, с замечательным оборудованием, которого нет в принципе на Дальнем Востоке, мы снизили младенческую смертность до 5,4 промилле. Таких цифр нет в Дальнем Востоке вообще. То есть вот это говорит о том уровне оказания медицинской помощи, который должно быть. Мы сохранили десятки тысяч младенцев. И об этом сегодня мы говорим в том числе и по сердечно-сосудистой, и по онкологической помощи, по всем тем нозологиям, которые сегодня имеют место быть. То есть должна быть этапность, должна быть маршрутизация, должно быть четкое понимание, где и на каком уровне мы должны оказывать качественную медицинскую помощь. Мы сегодня интенсивно в плановом порядке определяем, где и в каком формате будет оказывана, на каком уровне медицинская помощь. Как только мы окончим эту работу, мы планируем ее закончить в сентябре, как и говорили весной, мы однозначно обнародуем эти цифры. Еще раз акцентирую ваше внимание, что ни в одном населенном пункте больница не закрывается. Если мы закрываем круглосуточные койки, значит сегодня мы говорим о том, что эти круглосуточные койки работают неэффективно. Значит сегодня мы говорим и о новых требованиях сегодня уже в медицине. Многое количество заболеваний сегодня не требует круглосуточного пребывания пациента. И опять возвращаясь к нормативам, сообщу, что у нас есть сегодня регламенты, у нас сегодня есть протоколы по каждой мазологической группе, по каждому диагнозу, где прописано, как, в каких условиях, чем мы должны лечить данного пациента. Мы считаем, что сегодня мы должны показать эффективное, качественное здравоохранение, которое должно прийти на результат. А результат – это сохранение здоровья нашей республики. Министр рассказала, что здравоохранение Якутии планирует делать основной акцент на профилактику. Пациентам не стоит настораживаться. Никаких резких изменений ждать не стоит. Раннее выявление заболеваний облегчит работу врачам и жизнь пациентам. Если ранее, грубо говоря, стоило профилактический осмотр 200 рублей, то сегодня это уже 1200. Это стимуляция объема и финансовых средств, затрачиваемых на это, для того, чтобы это было привлекательнее для больниц, мотивируемой больницы, для того, чтобы они тоже занимались профилактикой. И объем вообще в целом населения, которое мы должны осмотреть. В среднем мы должны осмотреть 600 тысяч человек в республике. То есть это практически каждый. Что делается для этого? Как я уже сказала, первое, мы замотивировали в первую очередь больницы. То есть увеличили финансовые средства. Второе, подняли им все-таки планку. Потому что мы должны смотреть не только больных пациентов, а мы знаем, что в поликлинике ходит один и тот же контингент, 30% хронически больные. И мы начали активно пропагандировать эти виды среди населения. Для этого, я уже повторюсь, мы создали специальный центр. Милицейская профилактика, да, он существовал ранее, но сегодня мы его переформатировали, так сказать, перемодернизировали. Мы, во-первых, усилили его штатным расписанием. Раньше было там 20 человек. Сегодня это порядка 80. Нагрузили их, в том числе, узкими специалистами. Создали специальный отдел, который занимается будет только пропагандой. И в том числе, вот они занимаются сегодня конкретно по медиаплану, значит, с Минцифрой. Разработка у них там роликов каких-то, да, и телепередач, мы хотим снимать по типу Элины Малышевой, да, оздоровительную, ну, в какой-то такой формат. Но сегодня в республике нет ни одной программы про здоровье на самом деле. В 2018 году руководство республики добилось увеличения средств на обязательное медстрахование почти на 7 миллиардов рублей. Глава ведомства заверила, что это событие не разовое, а постоянное. Важный вопрос, потому что это называется изменение методики расчета. И, значит, расчет, который направлен на наш как раз северный коэффициент, который мы пытались добиться порядка 10 лет. И вот победу мы достигли только благодаря слаженной команде Санна Сергеевича Николаева и личного участия, да, с Владимиром Викторовичем Сорбутовым. Наконец-то эта методика поменялась, она поменялась для нас и 6 субъектов. Но самое важное, что мы действительно начали по этой методике дополнительно получать порядка 6 миллиардов рублей, эта методика, она будет постоянной. То есть это не годовая акция, не разовая. То есть это будет постоянный формат распределения финансовых средств для наших регионов. Это рассчитано на повышение, в том числе заработной платы наших медицинских работников. В Якутии продолжается работа по созданию медицинской инфраструктуры. Сейчас в северной столице идет строительство онкоцентра и кардиососудистого центра. Открытие в республике этих крупных специализированных медицинских центров позволит улучшить работу по раннему выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сократить смертность от них. Когда мы введем свой центр сердечно-сосудистой хирургии, нам объемы уже будут позволять не направлять пациентов за пределы нашей республики. Мало того, что ресурсы площадей, самое главное это кадровый ресурс. У нас сегодня замечательные специалисты и по сердечно-сосудистой хирургии, и по онкологии. Надо отметить, что буквально на прошлой неделе у нас был главный, главный онколог России Стелиди, Иван Сократович, который прошелся по нашим всем онкологическим учреждениям, был приятно удивлен. Он был со своим коллегой Петровским Александром Валерьевичем, который был у нас 8 лет назад, даже проводил операцию. И сказал большое спасибо нашему руководству за такое правильное применение. Это решение. Хотя бы временное размещение сегодня людей в человеческие условия. И отметила очень хороший подготовленный кадр в целом. Также Елена Афраимовна сообщила, сколько будет сокращено медперсонала в целом по республике. Как раз таки в Арктике мы практически сохраняем все виды медицинской помощи. К примеру, на 3 тысячи жителей населения не положено хирургия, не положено кушар-гинеколог, не положено, к примеру, эндокринолог и прочие специалисты. Мы как раз идем на это, мы там все сохраняем, вплоть до круглосуточных коек, до деления реанимаций и прочие составляющие. Мы рассматриваем наши районы, в том числе от Вилюйского группы, где труднодоступные места, у вас достаточно есть населенные слега, в которых сложная транспортная схема. Мы их тоже сохраняем, убрав статус участковой больницы, опять-таки приведя к нормативу федеральному, назвав их филиалом центральной районной больницы, что нам юридически позволяет. И тем самым продолжаем сохранять и кончный фонд там, и врачебный состав. То есть вот мы каждый район, каждый населенный фонд обсуждаем обстоятельно. Мы примерные цифры знаем, что у нас сегодня свыше 1300 вакансий медицинских учреждений. 1300. Вот эти 1300 вакансий мы точно будем сокращать. Опять-таки, для чего мы их сокращаем в районах? Для того, чтобы наполнить будущее кардио и онкодиспансер. Для того, чтобы развивать, допустим, палеоативную медицинскую помощь сегодня. Увеличивать гериатрические койки. Мы не собираемся их как бы отъесть и куда-то спрятать, и куда-то эти деньги пить. Ни в коем случае мы говорим не экономика, мы говорим эффективность. То есть участковый врач, который в день принимает 7 пациентов, на мой взгляд, неэффективен. У которого в районе, как была высокая смертность или заболеваемость туберкулеза, неэффективен. Зачем такой врач? Значит, мы говорим о том, что, еще раз говорю, должны быть определенные четкие уровни оказания медицинской помощи. И качество должно быть этой помощи соответствующее. Так, по мне, лучше пускай там сидит фельдшер, который может и знает, с кем связаться, опять-таки, со специалистом, эндокринологом, неврологом, кардиологом, который может провести консультацию, настроить этого пациента, дать ему возможность приехать. Любые реформы и, наверное, ту ответственность, которую мы сегодня на себя берем, а мы берем на себя ответственность на непопулярные меры. Мы это понимаем, что это так. Но оно должно привести к одному. Оно должно привести к удовлетворенности нашего населения медицинской помощи. И чтобы не было звонков, привезите меня в Якутск, а из Якутска в Москву, чтобы все знали, что доктор, который сегодня с ним рядом, окажет ему квалифицированную медицинскую помощь сам, ибо у него будет доступ для того, чтобы проконсультироваться с более высокого уровня врачом. Реорганизация только началась. В сентябре Министерство здравоохранения обнародует информацию. Но уже сейчас, придя в поликлинику по месту жительства, вы увидите изменения, в том числе и то, что диспансеризация идет полным ходом. Если у вас, как у пациента, есть какие-то нарекания, вы можете смело обратиться в соответствующие инстанции, в том числе в Министерство здравоохранения.